Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад о теме вакуумно-аспирационной биопсии и образовании молочной железы. Что же это такое? Вакуумно-аспирационная биопсия, или сокращенно ВАП, это малоинвазивный метод, с помощью которого мы можем как диагностировать, так и лечить узловые образования молочной железы. Проводится этот метод как под ультразвуковым контролем, так и может выполняться и под стереотоксическим или МРТ, или магниторезонансным томографом. Не секрет, что заболевания молочной железы встречаются во всем мире достаточно часто у женщин. Каждая восьмая страдает от рака молочной железы, и у 60% женщин встречаются доброкачественные образования. Как по литературным данным, так и по нашим данным превалируют фиброаденомы, кисты, локализованный фиброаденоматоз. Реже встречаются внутрепротоковые папилломы, склерозирующие аденоз или радиальный рубец. Немного исторических предпосылок. Еще более тысячи лет назад арабский хирург использовал пункционные методики в лечебных целях. В середине XIX века Серж Джеймс Педжетт использовал впервые биопсию молочной железы. Уже в 70-х годах XX века были доклады по тонкоигольно-аспирационной биопсии. И в 87-м году впервые Паркером был использован стереотоксический метод биопсии образования молочной железы. Из 93-го года используется достаточно широко автоматизированный пистолет для трепан-биопсии. В 95-м году совместно радиологом Фредом Бербанком и инженером по медицинскому оборудованию Марком Рейчардом был впервые придуман и исполнен аппарат для вакуум-аспирационной биопсии. И с тех пор он достаточно широко применяется при удалении непальпируемых образований молочной железы. В 2002 году FDA была одобрена, ВАП используется для удаления в лечебных целях доброкачественных образований молочной железы. И в настоящее время ежегодно больше миллиона процедур во всем мире выполняется данной методикой. Немножко о самой методике. В положении лежа пациентки в первую очередь под контролем или утрозвук, или стереотоксической установки, или мрт-томограф, выполняется визуализация образования. Дальше выполняется местная анестезия инфляционная. Зонд подводится под образование. И за счет вакуума, создаваемого внутри зонда, частично удаляется само образование полностью за счет лезвия и апертуры зонда. Дальше зонд удаляется тоже за счет вакуума. Создается компрессия в месте удаленного образования. Лед на 5-10 минут, контроль утрозвуковой в зоне послеоперационной. И тугое бинтование на 18-24 часа, иногда до 48 часов. Естественно, все отправляется на окончательное гистологическое исследование. Зонд является одноразовым, используется однократно у пациенток. Преимуществами ВАП является то, что эта процедура производится достаточно быстро. Занимает от 15 до 30 минут. За 2 часа амбулаторно врач может удалить образование у 2-3 пациенток. Это безопасно. Не требует общего наркоза. Достаточно комфортно переносится пациентками. Результативно мы получаем высокоинформативный гистологический материал для гистологического или при необходимости даже для иммуногистохимического исследования. Также мы можем установить с помощью вакуум-эспирационной биопсии метку в зону удаленной опухоли. Эстетично, не оставляет никаких косметических дефектов и достаточно удобно может выполняться амбулаторно, без стационарных условий, опять-таки без общего наркоза. Из недостатков стоимость данной процедуры достаточно высока на сегодняшний день и ограничена размерами образования. По данным разных авторов, мы можем удалить образование не более 3 см. При удалении образования больше 3 см частота осложнений, таких как гематома или остаточная опухоль, повышается значительно. По рекомендациям Европейской ассоциации визуализации молочной железы, показаниями для вакуум-эспирационной биопсии являются наличие фиброаденома у пациенток с факторами риска, такими как наличие генной мутации БРК-1 и 2, в анамнезе у родственников рак молочной железы и рак яичников, наличие фиброаденома перед проведением процедуры ЭКО или планированием беременности, протоковые папилломы, цитологические или гистологические подтвержденные, также склерозирующий аденоз, атипическая дуктальная или дольковая гиперплазия, плоская АТП, радиальный рубец и все обязательно гистологически предварительно верифицировано. По данным Американской ассоциации радиологов, они также добавляют в эту категорию пациентов с низкой вероятностью регулярного наблюдения, крайне беспокойных пациентов и болевой синдром. Противопоказаниями, безусловно, являются отсутствие визуализации при определенных методах, в данном случае ультразвуковом, например, злокачественный характер на образовании с лечебной целью, наличие гнойного воспаления, поверхностное распроложение, в частности, субареолярное и патологии со стороны свертывающей системы крови. Из осложнений превалируют гематомы, до 30% выявляются остаточная опухоль, инфицирование, кровотечение и, по литературным данным, встречается крайне редко пневмоторакс. Опыт нашего центра составляет с июня 2019 года 25 пациентов, средний возраст 38 лет, размер образования варьировал от 7 до 29 мм. Пациенткам выполнено с диагностической целью 7 процедур и с лечебной 18. При этом шести пациенткам выполнено одномоментно двустороннее удаление образований, и у трех пациенток в одной железе мы удалили от 2 до 3 образований одномоментно. В гистологической структуре превалировали фиброаденомы, склерозирующие аденоз и клинический случай. Пациентка обратилась к нам с 32 лет до жалобы на уплотнение в левой молочной железе, семейный энамнос у пациентки не отягощен. При ультразвуковом исследовании определялся мелкокистозное образование 18 на 13 мм, прессонная эластография – это второй эластотип, показатель жесткости 1,79. Статологически атипичные клетки не были выявлены. Пациентке выполнена процедура вакуум-аспирационной биопсии, через 3 дня после процедуры незначительная подкожная гематома и гистологические фрагменты молочной железы с фокусами склерозирующего аденоза. Еще один клинический случай. Пациентка 39 лет с жалобами на образование в правой молочной железе. При маммографическом исследовании определяли скопление микрокальцинатов по категории 4 по МРТ, также ставили категорию Байратс 4. При ультразвуковом исследовании в нашем центре образование 12 на 6 мм, дольчатой овальной структурой, при эластографическом режиме 3-й эластотип, показатель жесткости 2,65, что соответствует геолинизированной фиброаденоме категория 3 по Байратс, также была верифицирована цитологически. Пациентке после удаления образования была установлена метка для дальнейшего динамического наблюдения или последующей необходимости хирургического лечения. Трое суток после вакуум-оспирационной биопсии, минимальное изменение на коже, гистологическое заключение, переконолекулярная фиброаденома. И еще один случай клинический. У пациентка не предъявляла никаких жалоб. При скрининговой маммографии по месту жительства определялись явления аденоза единичной кальцинаты. Также при ультразвуковом исследовании по месту жительства выявлено образование гипоэхогенное 16 на 16 мм, пятый эластотип повышенной жесткости, категория 5 по Байратс. При трепан-биопсии не было данных за атипичные клетки. Пациентка обратилась в наш центр. Выявлено, выполнено маммографическое исследование. С учетом гистологических данных выставлено подозрение на склерозирующий аденоз или радиальный рубец категория 4 по Байратс. При ультразвуковом исследовании образование неправильной формы 11 на 10 на 7 мм, четвертый эластотип, показателей жесткости больше 40. С учетом гистологического исследования данное образование соответствует радиальному рубцу или склерозирующему аденозу категория 3 по Байратс. Пациентке выполнена была вакуум-аспирационная биопсия, у пухолевых клеток не обнаружено. Она счастливая уехала домой. Выводы. Методика вакуум-аспирационной биопсии обеспечивает надежное и высококачественное получение материала для гистологического и при необходимости иммуногистохимического исследования, а также возможность постановки маркера для дальнейшего динамического наблюдения. В случаях доброкачественных образований является достаточно безопасным методом удаления этих образований до 2-2,5 см, как альтернатива хирургическому вмешательству. Что касается ЦАОП, то процедура выполняется амбулаторно под местной анестезией, поэтому вполне может быть выполнена в рамках амбулаторной помощи. Перспективами в нашем центре является использование вакуум-аспирационной биопсии под стереотоксическим контролем, магниторезонансным контролем, расширение показаний и как возможность рассмотреть все-таки вакуум-аспирационной биопсии. Существует тариф в ОМС, но он, к сожалению, не покрывает даже наполовину необходимости затрачиваем на оборудование для этой процедуры. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.